Новости продолжает эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В столице в грязи. Регионы топит. В Казахстан пришли паводки. Репутация чиновников в буквальном смысле подмочена. Кто получил первые выговоры? Огненная вода в колодце. Воспламеняющуюся жидкость обнаружили кустанайские экологи в ливневой канализации. Предприятие по производству нефтепродуктов отрицает утечку. Бухгалтеры областной больницы присвоили 30 миллионов тенге, предназначенных врачам в качестве надбавок. В Актау возбудили уголовное дело. В Петропавловске талыми водами затопило новый микрорайон. Жители Солнечного не могут попасть в свои дома. Прошлой осенью там установили ливневую канализацию, но справиться с количеством растаявшего снега она не смогла. Вода подобралась уже к фундаменту построек. Как новоселы справляются с очередной проблемой микрорайона, расскажет Наталья Волкова. Сегодня говорят, там самосвал утонул уже на нашей улице. Что-то пытались завести и самосвал провалился. Ну, сами представляете, какие условия для нормального проживания. К таким последствиям активного таяния снега жители здесь явно были не готовы. Как и новая ливневка, забитая снегом. Люди опасаются, что скоро вода зайдет в дома, поэтому, вооружившись домашними инструментами, вышли на борьбу за спасение собственных жилищ. Жители самостоятельно роют траншеи. На дорогу мы выйти тоже не можем. Ребенок сегодня провалился по колено обеими ногами, потому что мостики наши все заваливаются. Снега очень много. Вывести своими силами мы его не можем. Нечем нам вывозить его. И некуда. Септики залиты до краев. Ассенизаторы не могут подъехать к ним. Такси вон там остановилось на перекрестке. Сюда она не могла проехать. Здесь хоть песком насыпано бродиме. А у меня вообще вот такая жижа. Представляете-то что? И вокруг дома вот так вот. Вчера маленько подмерзла была, прыгала. А теперь я домой к себе туда не могу попасть. Вот в галоши надела, вот и хожу. На помощь жителям местные власти отправили технику. В Акимате заверяют, что снег, забивший новые ливневки, еще не оттаял. Потому приходится проводить отвод талых вод вручную. Очистка города происходила. И солнечный поселок у нас как раз стоял на очереди. И в это время поступило обращение. Соответственно, вся техника сейчас работает по очистке ливневокализации. В Акимате обещают, отправленная на подмогу жителям техника будет работать до тех пор, пока с территории домов не уйдет вся вода. Напомню, проект строительства нового микрорайона реализовали в рамках жилищной программы «Нурлыжер». Построено уже более 200 домов. Пока заселились новосельцы 64. Наталья Волкова, Тулеген Иманов, Петропавловск, Хабар, 24. Тему продолжит Артем Петров. Программа «Актуальна». Который год Казахстан заливает большая вода. И каждый раз ответственные чиновники почему-то не делают адекватных выводов. Конечно, превентивные меры проводятся. Но в основном все сводится к закупу дополнительной техники и оборудования для откачки воды. Возведением временных дамп и преград. Либо восстановлением разрушенных домов и другой инфраструктуры. На все это ежегодно выделяют колоссальные силы и средства. Но это скорее латание дыр и борьба с последствиями. Возможно ли глобально решить проблему паводков в стране? Будем разбираться. Это «Актуально». Здравствуйте. Каждую весну тысячи казахстанцев страдают из-за последствий таяния снега. А экономика страны несет громадные убытки. Специалисты разводят руками, мол, кардинально изменить сложную ситуацию нереально. Природный фактор и тому подобное. В своих отчетах профильные министры называют очевидные причины возникновения паводков. Это расположение населенных пунктов в низинах, близ водоемов, ежегодное изменение данных по осеннему переувлажнению и глубокому промерзанию грунта. Превышение норм снегозапасов и резкое весеннее повышение температуры воздуха. В нашей стране практически ежегодно в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Североказахстанской областях затапливаются населенные пункты по указанным причинам. Для снижения рисков затопления населенных пунктов дорожной картой до 2023 года и другими областными программами предусматриваются плановые противопаводковые мероприятия, которые по мере выделения финансовых средств реализуются. Топят талыми водами и казахстанские города, причем сильные дожди и ливни случались и раньше, не говоря о ежегодном тайне снега, но таких заметных наводнений не наблюдалось. Частая причина – неисправная дренажная система или ее полное отсутствие. Так называемые арыки и ливневки во многих городах разрушены, забиты мусором и заасфальтированы. Причина подтоплений в недостаточной пропускной способности арыков. Но кроме того, часть гидротехнических сооружений страны нуждается в серьезном ремонте. По республике из республиканских, коммунальных, частных, бесхозных более 5000 гидротехнических сооружений. Осенью мы проверили их, и из свыше 5000 проверенных около 500 гидротехнических сооружений требуют различного вида ремонта. Аварийных у нас где-то 41, но они все в этот паводковый период воду не накапливают. До начала паводкового периода специалисты обеспечили запас свободных емкостей в водохранилищах для так называемой аккумуляции паводковых вод и маневренности при интенсивном паводке. Только вот настораживает, что средняя наполняемость крупных водохранилищ в стране на сегодня составляет 75%. Есть три основных направления, в которых необходимо двигаться. Первое – это тотальный контроль за дренажной системой в городах. Второе – это создание водохранилищ, которые будут накапливать и сдерживать воду по типу Коксарайского контррегулятора стока Сырдари. Кроме того, разработать в масштабах всей республики проектное решение по укреплению действующих малых водохранилищ, чтобы все, даже небольшие гидросооружения, возводили исключительно в соответствии со всеми техническими требованиями. Ситуация усугубляется еще и массовой застройкой. Только в столице из-за крупных инфраструктурных проектов осушили несколько крупных водоемов. Площади поверхности, куда осадки могли бы впитаться, стремительно сокращаются. Поэтому вода начинает течь по асфальту рекой. Все это вкупе с рекордными в последнее время осадками дает серьезный повод задуматься, как нам дальше противостоять большой воде. Это актуально. Будьте здоровы. Сразу несколько улиц и домов затопило талой водой в селе Куэнде, расположенном в нескольких километрах от столицы. Наша съемочная группа отправилась в населенный пункт и выяснила, что не только весна виновата в сложившейся ситуации. Асхат Ниязов с подробностями. Вот такую грустную картину можно было наблюдать сегодня в поселке Куэнде. Мать с детьми не может выйти на улицу. Вода окружила их дом и уже начала заходить внутрь. Страшно представить, что с ними будет, если кому-то станет плохо. Мы видели, как машина скорой помощи пыталась проехать сюда, но развернулась и уехала. На сегодня вода зашла примерно в 10 дворов и 2 дома. В одном ее уже откачали. Еще из одного продолжают качать. Вот этими помпами. Два дня спасатели дежурят в Куэндах. Говорят, пока эвакуировать население не нужно. Мол, ситуация под контролем. Они сделали облет с воздуха. Вы нам скажите, вот это то, что сейчас происходит, это только начало или как будет развиваться ситуация? Что облет показать? На данный момент здесь работает штаб Акмолинской области. На данный момент здесь идет таяние снега. Будет еще хуже или это как? Кроверский, вы увидели. Прогноз какой? Еще дома затапливать? Нет, дома так затапливать не будет. Здесь идет геологический процесс, потому что, во-первых, дома построены в низине. Это понятно. Да, это понятно. Ситуация будет ухудшаться? Нет, ситуация не будет ухудшаться. Спасатели убеждены, что все обойдется двумя затопленными домами. К тому же местный Акимат составил акт и пообещал восстановить жилье и поврежденное имущество. Вопрос в другом. Почему это все произошло? Большое количество снега накопилось в населенном пункте именно. И в связи с этим, и с резким повышением температуры образовалась такая ситуация. Снега в Куяндах и, правда, рекордное количество сугробы до сих пор выше человеческого роста. Дети по дороге в школу пытаются их обойти по заборам. А ведь все это совсем скоро растает. Уличная дорожная сеть села Куянды 165 километров. Если это по нормативу, это нужно, по нормам, положено полтора миллиона на один километр дорог. Естественно, таких средств в районном бюджете у нас нет. То есть вы знали, что здесь будет подтопление? Да, мы каждый год делаем работу. Мы снег чистили. Тем более, что... Но, к сожалению, еще... Я же вам говорю, что у нас вообще почва промерлась, Плюс в конце марта был буран, когда за один день месячная норма выпала. И этот весь снег остался в населенных пунктах. Более того, этот микрорайон здесь вообще не должен был строиться. Он находится в низине, и здесь каждую весну накапливаются талые воды. Несколько лет назад произошел, по словам представителя Акимата, самозахват. И чтобы избежать социального напряжения, власти разрешили оставить дома и предоставить документы. Но проблему с водой так и не решили. Пока только обещания. Впрочем, как и с дорогой. Здесь вот отсыпьте, вот мешки с песком. Хотя бы вот дорожку вот так делайте. Делайте. Мы же так делали раньше. Вот уложите вот так вот мешки с песком, и чтобы люди ходили. В прошлый год вот такая тоже система была, да? В прошлый год. Я вот с женой здесь остался, на болоте я здесь остался. Я его на плечо взял, в больницу отвез. Вот до сюда отвез, в больницу отвез. Весна не только принесла паводки, а в очередной раз обнажила проблему незаконно построенных домов. А пока Акимат пытается устранить последствия, люди, живущие в низине, надеются на скорейшее вмешательство, причем не только чиновников. Асхат Ниазов, Марадихамбаев, Хабар, 24. К теме паводков мы еще вернемся. А сейчас о дорогах. В Алматы внезапно обвалилась и рухнула в обрыв часть дороги в Медоводском районе. Инцидент произошел минувшей ночью. Первыми тревогу забили жители близлежащих домов. На место сразу выехали сотрудники ДЧС. Осмотрев улицу, установили, что обрушилось 10 кубов земли. Длина поврежденного участка составила 5 метров. Это немного, говорят специалисты. Однако дорогу они все-таки перекрыли. Местные жители будут пользоваться объездным путем. Специалисты не исключают риска оползня на этом участке. Всего в городе насчитывается более 80 таких опасных мест. Здесь происходит обвал дороги. Вот именно как вы видите. В свое время, когда здесь, я помню уже два года назад, ширина была достаточно. Но каждый год она обваливается, вот эта часть. Вот требует укрепления. Вы же видите, вот обраг, склон, неукрепленный участок. Крутизна очень большая. Поэтому обваливается дорога. Здесь идет нагрузка, проезжает техника. В дальнейшем здесь будем рассматривать строительство подпорной сены из бетона, либо из габиона конструкции. И будет расширяться полотно дороги. Жители села Шулпан на востоке страны обеспокоены судьбой реки Караколь. На протяжении года вдоль русла добывали песок и гравий. Добычей занималась субподрядная организация, которая вела реконструкцию дороги республиканского значения. Строители заключили между жителями соглашение. На промысел обещали расширить русло реки, отремонтировать местные дороги. Но обязательства не выполнили. Теперь сельчане требуют восстановить испорченный участок и компенсировать им ущерб. Тему продолжит Тасим Утешева. Пенсионерка Монтай Утеулина уже год пишет жалобы во все инстанции на нелегальных недропользователей. Их деятельность стала губительной для реки Каракол, считает женщина. Река поменяла русло. К тому же перекопанный участок сейчас представляет большую опасность для сельчан и домашних животных. Уже год пишем, куда только можно. И районному прокурору писали. Никто за это время даже не пришел поинтересоваться проблемой. Кто ответит за незаконный промысел? Куда нам обращаться? Пусть нам компенсирует ущерб. Есть угроза наводнения. Вода может смыть кладбище. Участок заброшен. Землю эту перекопанную надо теперь разровнять. Компенсацию жители требуют, потому что ждали своей выгоды от общего дела. Субподрядчик обещал заасфальтировать улицы. Но о незаконном промысле узнали и остановили всю деятельность. За моей спиной порядка 50 тысяч кубометров песчаногравинной смеси, которая незаконно была выкопана из русла реки Каракол субподрядчиками. Теперь же с ними судится генеральная подрядная организация. И эта земля теперь оказалась бесхозной. Касательно материала, который планировался субподрядной организацией к использованию, значит, он запрещен. Работы не приняты. По желанию местных жителей, этот материал, который был заготовлен незаконно, они будут его использовать сами. Субподрядная организация, которая занималась на основе меморандума добычи этого материала, они договор с ними расторгнут. Генеральный подрядчик расторг с ними договор. И сейчас у них идут судебные тяжбы. Судебные разбирательства, заверили в Казавтожол, никак не повлияют на реконструкцию республиканской трассы. В ведомстве добавили, что с жителями будет заключен новый меморандум об оказании помощи подрядной организации по ремонту подъездного пути к силу Шулпан и внутрь поселковых улиц. А перекопанный водоем, похоже, пока останется заботой самих сельчан. Асемутешево, берег Жобалайулы, Хабар, 24, Восточно-Казахстанская область. Жители столицы в этом году обеспокоены внешним видом города. На дорогах глубокие лужи, во дворах непроходимая грязь. Некоторые жилые комплексы оказались отрезаны от города. Такси и скорая помощь отказываются туда ездить. Какие лайфхаки используют столичные жители в весенний период, расскажет Иван Тулинов. Это съемка не космического аппарата с поверхности Марса, а вполне земная нашей съемочной группы. На кадрах столичный левый берег. В буклетах новостроек этот район называют перспективным. Но местных жителей такая перспектива не прельщает. Честно, я думала, я приеду в Гнусултан, буду ходить в туфельках. Да тут не туфельки, тут надо резиновые сапоги по колено одевать. По асфальту каблучки здесь застучат. Нескоро зимой бедственное положение было не так заметно. Снег сглаживал дорогу и скрывал ухабы. Весной все обнажилось. Для жителей улицы Толиби путь из дома на работу превратился в настоящий трофи-рейд. В программе экстремальные съезды по наклонной, прохождение рытвин и лавирование среди глубоких луж. Водители проходят маршруты на отлично, только машины страдают. Это тяжело назвать дорогой, это адско просто вообще. У меня вот, допустим, уже вся машина, дно уже побито, грубо говоря, из-за этих вот дорог. Вот вам наглядно пример, как здесь ездит машина. Скорая проехать не может, у меня супруга в положении, хотела проехать скорой, скорая не могла проехать сюда. Вот вам наглядно пример, я не могу в паркинг заехать себе домой. Такси вообще не приезжает, да, например, мне нужно с дочкой выехать в поликлинику, да, ну или куда-либо такси отказывают, ну отказывают приезжать сюда. Поэтому очень сложно выехать, что там в одном направлении, что в другом направлении. То есть мы полностью заблокированы в своем ЖК. С резким потеплением схожая ситуация во многих дворах Левого берега. На проблему в своем инстаграм-аккаунте обратил Аким столицы Алтай-Кульгинов. Говорит, жители пишут и жалуются на нестоличный вид города. Руководитель Нурсултана пригрозил привлечь к дисциплинарной ответственности Акимов районов, если картина на улице не изменится к лучшему. Больше всего нареканий по районам Есиль и Алматы. Это несвоевременная уборка территорий, слабый контроль за работой подрядных организаций, несвоевременное реагирование на обращения жителей. Часть работы вовсе пустили на самотек. Акимам районов Алматы и Есиль сделано строгое замечание. И пока районные Акиматы будут пытаться решить проблемы столичным жителям, придется прибегать к вот таким лайфхакам. Мешки на ногах хоть как-то помогают сохранить обувь чистой, а нервы крепкими. Иван Тулинов, Ося Царгулов, Ерлан Урысбаев, Хабар, 24. Горячую воду в ливневой канализации обнаружили кустанайские экологи. Пробы воспламеняющейся жидкости специалисты отбирали под путепроводом в Кустанае. Информацию о веществе непонятного происхождения сообщили работники городского отдела ЖКХ. На экспертизу уйдет несколько дней. Параллельно начнут поиски нарушителя. Рядом с этим местом находится предприятие, которое реализует нефтепродукты. Представители компании сами вышли на экологов, уверили, что не причастны к инциденту и готовы это доказать. Отберем пробы на их мониторинговых скважинах. И совместно с управлением департамента чрезвычайной ситуации, чтобы они проверили их резервуары, нет ли там у них каких-либо течей и так далее. То есть эту работу мы сейчас будем проводить для того, чтобы выяснить причину появления этих наличия нефтепродуктов в этом колодце. По внешнему состоянию и по запаху это говорит о том, что это нефтепродукты. В северо-казахстанской области гибнут косули. О том, что в регионе идет массовый падеж диких животных, забили тревогу местные жители. В социальных сетях стали появляться ролики со слабевшими и даже погибшими животными. Очевидцы считают, что косули умирают от голода. Снег еще не растаял, поэтому самостоятельно найти себе пропитание они не могут. Представители инспекции лесного хозяйства отрицают факт массовой гибели животных. По результатам учета прошлого года в регионе обитают 18 тысяч косуль. Давай, давай, давай. Ребра, одни ребра. Не, не спасем моего. Таких фактов на территории области зарегистрировано порядка 10. Как правило, это связано с, грубо говоря, с травмами, полученными в результате ДТП, а также от ран, полученных от бродячих собак. Это примерно за период с февраля по март. Но не от бескормицы, как позиционируют многие СМИ. В октаву возбуждено уголовное дело на сотрудников областной больницы. В период карантина бухгалтеры и экономисты, а также сотрудники отдела кадров медучреждения, занимались незаконным перечислением надбавок. Так, на счета 14 сотрудников административного корпуса больницы перечислили более 30 миллионов тенге. Эти выплаты и полагались врачам, которые вели борьбу с коронавирусом, говорят сотрудники региональной антикоррупционной службы. Каждый из подозреваемых получал до 800 тысяч тенге ежемесячно. Следствие сейчас определяет степень вины руководства областной больницы. В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников магиставской областной больницы по факту перечисления незаконных надбавок, предусмотренные медицинским работникам по задействованию по противодействию эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. По результату будет принято процессуальное решение. Отечественные препараты и тест-системы для ВИЧ-инфицированных дороже зарубежных аналогов закупала СК «Формация» на бюджетные средства. Делали это в компании под предлогом поддержки отечественного производителя. В 2019 году на покупку почти 18 тысяч упаковок тест-систем потратили больше 300 миллионов тенге. Депутаты сравнили, если бы закупали зарубежные аналоги, потребовалось бы всего 37 миллионов тенге. А значит, можно было сэкономить 263 миллиона тенге. Члены фракции от НПК инициировали проведение проверки. Для более эффективного расходования средств мажористмены предлагают сделать процесс закупок медикаментов прозрачным и подотчетным. Другими словами, обязать единого дистрибьютора опубликовать данные в открытом доступе, а также точные цены и информацию о поставщиках. Цены закупочные на препараты СК-формация закрыла благодаря своей внутренней инструкции. Прямо есть ссылка на внутреннюю инструкцию. Но позвольте, эти закупки, они же производятся за счет средств государственного бюджета или за счет средств ОСМС. Это средства казахстанцев. Казахстанцев – это не средства частного бизнеса. Как можно закрыть? У нас по госзакупу уже открыто, в принципе. Мы можем видеть там в конкурсе, можем видеть на портале. Далее о ситуации с коронавирусом в стране. В Казахстане очередной антирекорд по заболеваемости в 2586 новых инфицированных. Резкий скачок отмечен в столице. Здесь за сутки плюс 578 заболевших. Это на 206 случаев больше, чем накануне. В Алматы за последние 24 часа ковид подтвердили у 710 человек. Всего в республике подтвердили больше 260 тысяч случаев инфицирования. 522 казахстанца находятся в тяжелом состоянии. На востоке страны теперь вакцину от ковид-19 могут получить все желающие. Для этого нужно лишь подать заявление через систему ЕГОВ либо с помощью специальных смс-сообщений от поликлиник. В регион доставили больше 18 тысяч доз российского препарата. Завтра прибудет еще 22 тысячи доз. На сегодня в регионе первый компонент прививки получили уже больше 12 тысяч человек. Врачи призывают жителей воспользоваться возможностью и защитить себя от вируса. Для этого в городах намерены открыть еще больше 100 пунктов вакцинации. Со следующей недели мы планируем открыть еще более 100 точек доступа пунктов вакцинации. Максимально приблизить их к населению. Максимально это будут крупные торговые центры. Это будут крупные предприятия, организации, где будут делаться вакцины. Напомню, пока иммунизация в нашей стране проводится только спутником ВИИ. Препарат двухкомпонентный. Вот сейчас на ваших экранах вы видите количество казахстанцев, привитых первым компонентом вакцины. На сегодняшний день их 239 тысяч 40 человек. Свыше 520 миллионов прививок от коронавируса сделали во всем мире. Такие данные представили ВОЗ. При этом меньше 1% всех прививок приходится на страны с низким уровнем дохода. Эксперты ВОЗ обеспокоены распределением вакцины, поскольку большую часть препаратов закупили развитые страны. Компания по иммунизации в мире идет медленно и неравномерно. По многих странах вакцинация пока не началась. В частности, от этого страдают беженцы. В центре для мигрантов нас не спрашивают, можем ли мы вакцинироваться. Пришло письмо от ООН, но мы не понимаем, что там написано. На Кубе медики обнаружили пять мутаций ковида, сообщают СМИ со ссылкой на местных властей. Для этого специалисты изучили результаты анализов людей за последние три месяца. Все случаи завозные. Также в республике возросло число заражений калифорнийским и южноафриканскими штаммами вируса. В частности, эпид-обстановка ухудшилась на западе Кубы. Власти призывают жителей строго следовать всем ограничениям, а также планируют ужесточить их в Гаване. Пандемия обострила положение беженцев во всем мире и повысила уровень бедности нелегалов. В США с начала года зафиксирован рекордный за последние 15 лет наплыв беженцев. Среди них много несовершеннолетних. Подробности в материале. Военные конфликты и низкий уровень жизни. Именно эти проблемы толкают десятки тысяч людей покидать свои дома в поисках лучшей жизни. Так очередной миграционный кризис назревает США. Их южные границы штурмуют жители бедных латиноамериканских стран. Они проходят караванами через территорию Мексики. В марте на границе пограничники задержали почти 100 тысяч мигрантов. Это рекорд за последние 15 лет. Мы приехали на границу за своей американской мечтой, но все оказалось совсем не так, как мы себе это представляли. Мы не смогли пересечь границу. С нами обращались как с преступниками. Они плохо обращаются с детьми. Мне очень грустно. Мы находимся близко к своей цели, но не можем туда добраться. И ничего не можем с этим поделать. Поток мигрантов существенно увеличился с приходом к власти Джо Байдена. Президент США пообещал вновь открыть страну для людей, которые ищут защиты и убежища. И, похоже, его предвыборные обещания в Южной и Центральной Америке расценили как готовность легализовать в скором времени всех мигрантов. Временные лагеря и приюты переполнены. Что делать, власти не знают. К тому же увеличился поток детей без сопровождения взрослых. Их обратно не отправляют. Эти кадры сняты сотрудником пограничного патруля в штате Техас. Десятилетний мальчик бродит по улице в слезах. Как выяснилось позже, ребенок отбился от группы мигрантов. Миграционный кризис назревает и в других странах. Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн обсудила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопрос беженцев. Во время переговоров в Анкаре она пообещала стабильный поток финансирования на решение миграционного кризиса. Мы ожидаем, что Турция будет придерживаться своих обязательств и выполнит их. Это включает предотвращение нерегулярных отправлений беженцев, а также возобновление операций по их возвращению с греческих островов в Турцию без каких-либо задержек. В настоящее время в Турции находится около 4 миллионов беженцев из Сирии. В 2016 году страна заключила договор с ЕС. Евросоюз пообещал Турции финансовую помощь и ряд визовых послаблений в обмен на сдерживание потока мигрантов из ближневосточных стран. В Казахстане из-за коронавируса сократилось количество иностранной рабочей силы. Пандемия и правительственные меры борьбы с ней, такие как приостановка деятельности строительных, транспортных и торговых компаний, создали для мигрантов множество материальных, социальных и медицинских проблем. По этим причинам большинство из них предпочли вернуться на родину. Как это сказалось на рынке труда в Казахстане, расскажут мои коллеги. Приезжие специалисты оказались наиболее уязвимы в период пандемии. Об этом сообщил руководитель миграционной службы Арман Баймухамед. По его словам, их возвращение на родину привело к дефициту кадров в нашей стране. На сегодняшний день из 4000 зарегистрированных подразделений миграционной службы департамент полиции иностранных граждан на работу прибыло 3246. В процентном соотношении в 2021 году сократилось количество прибывающих в город иностранных граждан на 72%. Основное количество трудовых мигрантов прибывает из стран СНГ. Надежда Ковалева 7 лет назад вместе с семьей переехала в Казахстан с Украины. Женщина признается, здесь обрели дом, а супруг нашел стабильную работу. Супругу моему предложили здесь работу, возглавить представительство от украинского завода. Переехали, сразу устроили школу, детей отправили в садик. Через месяц мои дети начали говорить на казахском языке. Казахстан – открытая страна больших возможностей, делится мигрант из Азербайджана у Львии. По его словам, здесь созданы все условия для приезжих из других стран. Однажды, приехав в гости к родственникам, его семья приняла решение остаться. 20 лет назад были большие перспективы развития именно в Астане. И отец решил себя попробовать в сфере строительства. Трудностей в обществе особых не было, только языковой барьер. Пока возвращаться не планируем. По предварительным прогнозам, в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится. Даже при условии восстановления экономики. В качестве одной из причин эксперты называют вызванную пандемией трансформацию рынка труда и растущий переход на дистанционную работу. Операция по спасению голландского грузового судна, дрейфующего в Северном море, отложена из-за плохих погодных условий. К судну, которое с понедельника терпит бедствие и находится на расстоянии около 70 морских миль от норвежского города Лиссуна, должны были доставить спасатели для прокладки тросов. Операция по спасению 12 членов экипажа прошла успешно. Представители норвежской береговой охраны опасаются, что из-за высоких волн может произойти неудачная отбуксировка сухогруза, что приведет к разливу нефтепродуктов, находящихся на борту. Разложить себя на частицы и узнать, какие способности даны от рождения, теперь может любой желающий. Такая необычная услуга стала доступна благодаря современному генетическому анализу. Инновационную процедуру освоили наши ученые. Подробности в материале. Каждый человек рождается с определенным набором генов. Наследство, которое досталось нам от далеких предков. Цвет глаз и волос, рост, форма носа – все это результат рандомной природной лотереи. И хотя медицина пока не позволяет самим выбрать счастливый билет, но узнать, что тебе в итоге выпало, вполне реально. Это такая новая надежда медицины, которая называется персонализированная медицина. И вот этот тренд с ориентацией на индивидуальные особенности пациента – это очень большое достижение современной науки. Раскладывание человека на гены проходит в три этапа. Первый – сбор материала исследования. Для анализа сгодится кровь, эпителий и даже маленький волосок. Затем исследователи выделяют ДНК и расшифровывают его. Неважно, старый человек или молодой, мужчина или женщина, анализ может сдать любой желающий без ограничения. Более того, в естественных условиях геном человека остается неизменным. Поэтому процедуру можно пройти один раз и на всю жизнь. Имеется ли у человека неприятные генические вариации в генах или нет, это позволяет провести геническое тестирование. Сейчас вот такой, если большой такой комплекс, значит, называется генический паспорт. И оно что? Результаты этого генического тестирования, они позволят определить группы риска у пациента. Высокий риск, средний, низкий. Ученые подчеркивают, чем раньше человек узнает, какие гены ему достались, тем лучше. К примеру, риск возникновения наследственной онкологии можно определить с помощью специального анализа. Результаты теста также помогут родителям определить предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта. А супружеские пары смогут узнать, не передадут ли они будущему чаду неизлечимое заболевание. Когда еще непонятно, каким ребенок вырастет, уже тогда можно предсказать, к чему он более склонен с точки зрения его физических данных, которые у него еще разовьются. На таком уровне можно людей профилировать, с тем, чтобы они не тратили время зря на то, чтобы заниматься тем, в чем они заведомо, а потом не будут выигрышной позицией. Сейчас такой анализ не воспринимается большинством, как обязательная процедура. Однако с каждым годом все больше людей обращаются к специалистам, чтобы расшифровать тайну своего генетического кода. Марк Брюшко, Айгерим Бабиш, Марат Нихамбаев, Хабар, 24. В Карагандинской области живет мобильная бабушка. Так жители села Женус называют Гульнар Кулышеву, которая в 63 года пасет скот на дальних зимовках и лихо управляет снегоходом. Все подробности в нашем материале. Местная знаменитость Гульнар Кулышева сменила уже третий снегоход. Новый проходной транспорт гораздо мощнее предыдущих, но мобильная бабушка быстро освоилась за рулем. На дальние зимовки в горах просто по-другому не добраться, говорит женщина. Старший сын купил снегоход для себя и говорит мне, попробуй, я согласилась, а почему бы и нет. Раньше немного умела ездить на мотоцикле. Сначала была неуверенность, потом поняла, что уже не смогу жить без этой машины. Даже если скот близко, я все равно езжу на нем. Идут последние деньки выпаса скота в зимнем режиме. Скоро Гульнар Рапа пересядет на лошадь. К слову, в седле мобильная бабушка сидит не хуже джигитов. Несмотря на преклонный возраст, она сутки может провести в горах и пасти там скот без посторонней помощи. Раньше она могла, сидя на лошади, поднять с земли барана. Отец умер молодым. И все легло на маминой плечи. Она умеет делать всю мужскую работу. Она и на железной дороге трудилась кочегаром. Гульнар Кулышева – обладательница подвески Кумы-Салка. Женщина воспитала шестерых детей, которые подарили ей 19 внуков и правнука. Чтобы стать еще мобильнее, Гульнар Рапа намерена освоить и автомобиль. Марина Золотарева, Аслан Демизбаев, Каргандинская область, Хабар, 24. Казахстанскому боксеру, чемпиону мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадию Головкину сегодня исполнилось 39 лет. По этому поводу он опубликовал в Твиттере фото с детьми. На снимке поклонники впервые увидели дочь и младшего сына спортсмена. «Чувствую себя благословенным. Все самое ценное со мной здесь и сейчас. С днем рождения меня», – подписал снимок Головкина. Ранее в Инстаграме Геннадий загрузил мотивирующее видео. Ролик, демонстрирующий фрагменты его тренировок и боев. Кто и как проверяет самолеты перед вылетом? Какие чеки существуют и какие проводят у нас? Я отправилась в столичный аэропорт и все узнала для вас. Останьтесь с нами. Программа «Проверена» продолжит эфир. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok